Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, те, кто просто смотрит мое видео. Вот сейчас вот начала снимать, и что-то какая-то посередине видео вылезла какая-то фигня с надписью какой-то английской. И все, и прекратилось видео. Странно. Ну, в общем, вот моя еще одна очередная новинка. Это вот, я уже даже, блин, начала, блин, главное, у меня времени уже нету снимать, блин. Какая-то фигня вылезла, блин, в фотоаппарате. Ну, в общем, посмотрите мой обзор. Вот я вот ее искала, да, вот эту куклу, обзор на Маринет. И там вы увидите, что я вот хотела эту куклу именно купить. Не знаю, вот мне кажется, что у нее то ли глаза нормальные, то ли один борщик, то ли вот здесь ресницы. Ну, вроде бы нормальные, потому что там было две. Ну, вот, вот вроде бы я выбирала, прям посмотрела так пристально, но вроде нормальные глаза. Вот, ну, в общем, вот я ее, наконец, купила, потому что, ну, как бы я покупала, вот, хотела забрать ту, да, коллекционную куклу, но она оказалась один глаз больше, другого меньше. Вот, я хотела даже купить вот эту, пошла в детский мир, там рядом тоже был еще один в другом центре. Вот, и там ее не оказалось, вот. Ну, и через два дня, вот, поэтому я купила Маринет, а потом через, по-моему, три, да, дня поехала, вот, и все-таки купила вот эту куклу. Вот. Все-таки они их выставили там в другом детском мире, который рядом от моего пути, от работы домой, вот. Вот, ну, и, в общем, временные пока одела ей кроссовки, вот, они мне не нравятся, потому что здесь как-то, вот, у меня остались много кроссовок, он от Барби Йок, которых я это покупала, темнокожих, пересаживала, гибриды делала, вот. Вот, и осталось много обуви, вот, потому что я им такую не одеваю, но мне как-то не нравятся кроссовки, то, если бы у него были длинные джинсы, я бы их оставила, вот, как вот, например, на этой, одетой тоже кроссовке, на бейсболистке, у нее там длинный костюм вот так вот здесь вот, и не видно вот то, что вот они здесь большие, видите, как здесь вот прям вот эта вот прорезь, мне вот эта вот не нравится она, поэтому, как только я увижу обувь, где я сразу же куплю обувь ей. Другую, вот. Ну, а пока временные кроссовки, в принципе, они вот так неплохо смотрят спереди, ну, по крайней мере, кроссовки, а не туфли на каблуках, например, да, как вот аэробика, да, и на каблуках вдруг. Ну, и, кстати, пока вот я все вот это вот распечатывала, да, и вот это вот Барби, все это там добавляла в видео пока Маринет туда, там, фотографии на сайт, вот. Ко мне пришла смска, пришел трекинг-код в телефоне, ну, я, естественно, его уже знала, потому что он автоматически еще 15-го, когда заказала, около 1 марта, мне сразу же выставили этот трекинг-код, просто там на почте по отслеживанию написано было, что посылка еще не принята, вот. А сегодня она уже все принята, наконец-то, а то я смотрела еще, даже когда вот в 5-6 ехала с работы, в 5-30, вот, я посмотрела, и там до сих пор не было никаких обновлений, вот, и сейчас только что, вот, хотя там написано 3 часа принято. А прислали мне трекинг-код в 7-22, вот, то есть час назад, вот, прислали, то есть сейчас у нас 8-22, вот, и, в общем, вот, наконец-то едет Клодин, ну, и на данный момент, пока это будет моя последняя кукла. Ну, как бы, Клодин я заказала давно, уже 15-го марта, вот, даже раньше, чем я купила Маринетту вот эту Барби, поэтому эта Барби считается последней. Ну, как Клодин, может быть, не знаю. Ну, в общем, пока я кукол не буду покупать, остановлюсь, пока сделаю паузу на месяц примерно, там будет видно, вот. Ну, потому что мне все-таки нужны все три, те наследники, которые темный герой, я хочу, Уму, Дизи и этот, как его там, СиДжей, вот. И все-таки Мэйвис хочу, вот. Их я, они сказали в империи кукол, что они будут у них в апреле, вот. Ну, так как они дешевые, их я их обязательно закажу, но они больше, чем 1500 не стоят, то есть или меньше, или около 1500 где-то. Это вот я эту заказывала, Джордан, дочь Аладдина в этом, задорого, а сейчас она там вообще по 3000 стоит, ничего себе, блин, вообще. Ну, в дочках-сыночках. Ну, по крайней мере, хоть я по акции заказала гораздо меньше. Ну, в общем, вот я купила блондинку вот эту. Кстати, она оказалась такой прикольной, то есть у нее волосы длиннее, чем вот у первой этой волны такой йоги, безграничном движении, аэробика тоже, как называется. Видите, у нее волосы длиннее намного, вот. То есть у первой блондинки вот настолько примерно волосы, я так думаю, где-то вот так вот даже до плеч у них. Ну, все равно, видите, вот есть оборванные волосы, смотрите, вот, не до конца, то есть они как лесенка идут вот отсюда. Ну, естественно, я вот это вот состригать не буду, потому что я люблю волосы очень длинные, чем длиннее, тем лучше. Я люблю лысых кукол или там вот эта вот, которая фашионистка здесь вот у нее бархатом так или как там, велюром, не знаю, как это называть, я называю это бархатом. Вот, обшито вот здесь волосы, она такая лысая, вообще кошмарная кукла прям. Я бы даже, блин, ради ее, даже если мне ее бесплатно отдали, я бы ее выбросила бы сразу. Ну, не люблю я кукол, для меня это лысая кукла, ну, мужик. Для меня лысая кукла это мужик. А Ольга Олежкова еще купила такую и пересадила ее на йоговое тело. Кошмар, уродство просто. Это то же самое, что вот кошка-сфинкс, уродство. Для меня лысая кукла это уродство. Лучше уак, не знаю, какой-то там, ну, с волосами. Хотя уаки тоже не люблю, я считаю, их порчи кукол. Но вот лысая кукла это вообще прям, ну, ни в какие ворота. Вот, поэтому вот я здесь состригать не буду. Вот здесь ровненько, вот и все. Естественно, я их помою, потому что они какие-то мятые. Вот. Ну, вот она такая блондинка. Кстати, думала, как ее назвать, а назвала я ее Нана. А знаете почему? Потому что я пока ехала на работу, я почему-то мне вспомнился сериал, вот этот вот «Нана-любовь». Ну, там просто сделали. Была девушка Нина, да, и один ученый сделал искусственный интеллект девушку-робота и назвал ее Наной. То есть он взял фотографию из интернета, чтобы создать эту девушку. И именно вот попалась эта Нина, настоящая девушка. А потом эта Нана сбежала из лаборатории и вот встретила, вот они даже... Она забралась как-то в дом, они были, то есть, одинаковые. Ну, естественно, это одна актриса играет. А может быть даже и близняшки, но, по-моему, это одна актриса играет. Сериал называется «Нана-любовь». Очень, кстати, классный сериал, вот. И поэтому, ну, я и решила назвать Нана, как ту... Они, кстати, были блондинки тоже, девушки те, и это робот Нана тоже. Вот. Ну, и назвала ее Нана. Вот. Не как группа Нана, а как в том сериале Нана. Вот. Ну, в общем, вот у нее тоже 22 шарнира. Ну, я и раздевать не буду, потому что все уже знают этих йог. Ну, а кто не знает, вот пускай смотрит, где там кукла раздевает. Просто здесь все это снимать, часто все это раздевать. Вот. Глаза вроде у нее нормальные. Не знаю, иногда кажется, что вот это то ли больше, то ли здесь. Или вот здесь у нее просто жирнее накрашены ресницы. Или вот здесь вот нижняя вот эта вот побольше в уголочке, да. Ее вот так чуточку здесь подтянуть, чтобы... Потому что здесь, по-моему, меньше накрашено. Вот. Ну, а так вроде бы издалека, вроде бы нормально. Вот. Кстати, у них топики вообще другие. Я забывала, забыла даже сказать, что у них топики другие. Представляете? То есть у первой волны они так одеваются, ну, через ноги, через голову, то есть, что можно порвать. У меня, кстати, вот здесь у рукави, вот здесь вот уже у йоги темнокожей, первый Аши, вот здесь с пучком, который у нее здесь порвано, вот здесь вот сзади. Потому что я снимала, одевала и порвала, порвалось. Больше я кукол не люблю переодевать. И стараюсь им не одевать, не переодевать ничего. Вот, видите, то есть вот. У них здесь липучка уже, что очень удобно. То есть снял и одел. То есть не так, как у тех йог, что без липучек все. И, кстати, это не тянущаяся ткань, не такая лосинчатая, как вот эти вот, и как у тех первых аэробики. Но схожесть есть. Вы здесь вот тоже видите, как кофточка, типа обманка там такая, да. Торчит здесь розовая. Кофточка тоже топик. И сама кофта серая. Здесь вот у нее обшиты голубые. И здесь небольшой узелок такой, как будто она так приподняла кофточку, вот так и завязала ее, чтобы она не мешалась. Вот. Промежутки тоже здесь есть. Потому что все-таки уже новые йоги у них уже здесь. Немножко портить стали шарнирой, увеличивать их в локте, в коленях. Но здесь еще более-менее. Не так, как у пуляшки, видите. То есть немножко промежуток. И немножко вот здесь выпираем. Ну, совсем чуточку. Не так страшно, как они делают ноги. Вот эти вот. То есть вообще прям слоновие такие, колени. Вот. Ну, в общем, вот у нее дальше идут штанишки. Вот такие лосины ее. Они, кстати, сделаны еще лучше, чем вот просто черные. Вот у первой волны аэробика, да, они просто черные идут. А здесь, видите, цветочек. То есть они хорошо сделали. Вот это вот очень классно, что они так сделали. Кстати, у нее еще вот шарнир крутой, видите, как прикольно. Обожаю Барби. И ее вообще классные куклы даже можно купить. Повторную блондинку, даже если она есть. Ну, я имею в виду вот из другой коллекции. Вот первая это в розовом топе просто, а это просто там блондинка. У нее, видите, другой наряд. Волосы подлиннее. Ну, и даже если вот сравнивать две блондинки вот такие же, вот одинаковые, то у них даже может быть реально разные лица. То есть я видела таких кукол, в которых вот одинаковые, прям из одной коллекции причем. И они разные прям. Ну, в общем, вот такие штанишки вот у нее, да. Сами они черные, но они все в цветочек. Розовые цветочки с голубыми лепесточками. Он желтенького немножко есть. Ну, я делаю я и вот такие вот кроссовочки. Белые с розовым тоже, вот шнурками розовыми. Мне кажется, они как раз подойдут под ее вот здесь розовую маечку. И вот эти вот розовые розы. Вот. Ну, это точно временные кроссовки, потому что я буду искать обувь другую. Как найду, сразу куплю. Ну, какие-нибудь сандалики тоже там, такие на сплошной платформе. Или эти балетки. Вот. Надеюсь, я найду обувь. Вот. Ну, в общем, вот такая вот у меня куколка. Барби-блондиночка. Йога Мэйтумуф. Еще одна появилась. Не хватает из этой серии только чернокожей. Вот. Ну, подождем, увидим, мало ли, может, ее к нам тоже привезут. Вот. Может, где-нибудь одна так раз всплывет, и именно мне достанется. Ну, в общем, вот. Ну, в империи все-таки как-то решила не заказывать. Пока еще подождать. Ну, не к спеху. Че, мне кукол, что ли, не хватает? Вот. Поэтому решила пока подождать. Вот. То ж, что у меня, деньги, что ли, лишние? И вот пока, кстати, когда Клодин придет, у меня будет 375 кукол. Вот эта Барби, как бы, если я ее раньше купила, да, с Маринет. Они стали у меня 373-374 Барби. И Клодин уже приедет, так как она только вот отправлена на почту. Она будет 375-я юбилейная кукла. Вот. Ну, и пока остановлюсь месяц, пока, может, там до апреля или до середины апреля. Там уже видно будет. Ну, и, конечно же, обязательно куплю этих наследников «Темных героев» в Дисней и «Мэйвис» тоже. Вот. Ну, и «Венчантимус». Ну, мне она понравилась. Кстати, я и хотела, знаете, какую прическу изменить, да, вот. Вот так вот сделать, да. Вот так сейчас. И вот такие вот шишечки ей здесь сделать. Вот так вот. Как-то так. Вот одна, да. Ну, вот я здесь просто так, из волосы торчат. Просто поаккуратнее сделать. Ну, и вот здесь так же вот сделать тоже вот такую шишечку, типа вот. Ну, такие шишечки, как у моей «Танго», да. Ну, чтобы хоть как-то отличалось. Вот. Но я пока не знаю, буду делать или нет. Вот. Такие шишечки. Потому что я люблю, когда, ну, распущенные волосы. Это уже если когда сделана прическа, то она сделана красиво. Я же там делаю, мотаю на заводе света. А здесь, ну, у меня руки не с того места растут, чтобы делать какие-то различные прически. Ну, косички там могу еще заплести там или еще что-нибудь. Ну, видно будет, в общем. Так оставлю, или сделаю ей хвостики. А, может быть, и косичку вот тут так сделаю. Вот тут одну, да. Как-нибудь изменю, чтобы она прической хоть отличалась. Ну, одежда-то она отличается от прической. Потому что у меня уже есть много блондинок. И в розовом топе есть. И это каратистка. Ну, хотя у каратистки здесь этот идет... Этот... Хвостик. И все-таки у каратистки улыбки нет такой. У нее закрытый рот. Вот. И... Есть еще блондинка. Этот... Бейсболистка. Ну, по-моему, все, да, из йог. Так, еще блондинка, по-моему, есть у меня другая еще. Не шарнирная. Ну, у нее там волосы другого цвета. Вот. Ну, в общем, вот такая вот куколка у меня еще одна появилась. И ждем мою кладинь большую. 42 сантиметра. И, конечно же, на нее обзор. Ну, а пока вот Барби последняя. Субтитры сделал DimaTorzok